Из беседы святителя Иоанна Затауста о грехе и наказании. И было говорится слово Господне к Ионе, пророку, встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем. Еще три дня, и Неневия будет разрушена. Иоанна, услышав же, встал Иоанна, чтобы бежать в фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию. Куда бежишь ты, человек, бежишь от Господа? Скажи мне. Но подожди немного, и ты на опыте узнаешь, что не можешь избежать рук даже и рабского царя. В самом деле, не успел он зайти на корабль, как то подняло волны и стало подниматься на громадную высоту. И, подобно тому, как верная какая-нибудь служанка, найдя беглого сараба, укравшего что-нибудь из господского имущества, причиняет принявшим его тысячу хлопот, пока не получит его обратно так точно и море, Найдя и признав своего сараба, доставляет тысячи беспокойств пловцам, волнуясь, шумя и не к суду привлекая их, а угрожая потопить корабль вместе с людьми, если они не дадут ему сараба. Тогда, говорится, стали бросать в море кладь с корабля, Но корабль не облегчался, потому что вся тяжесть оставалась еще на нем. И именно тело пророка – это тяжкий груз не по природе самого тела, а по причине тяжести греха. Действительно, нет ничего столь тяжкого и неудобно носимого, как грех и прислушание. И подобно тому, как на суде хотя бы и обвинители были налицо, и свидетели присутствовали, и доказательства преступлений были приведены, в суде не раньше вносят приговор, пока сам подсудимый не сознается о своем преступлении. Так точно обстояло дело и у пловцов с пророком. Бросили, говорится, жребий, и жребий подверг наконец виновного приговору. Но пловцы и тогда не потопили его. И невзирая на то, что и море требовало его, и жребий уличил его, и сам он сознался в преступлении. А пловцы не произносят приговора. Откуда же явилась такая осторожность? От домостроительства Божия. Бог изволил совершиться этому, чтобы научить через это пророка быть человеколюбивым и кротким. Не только пророка, но и нас с вами. Подражай пловцам, людям невежественным и несмысленным. Как бы так взывает он к нему. Они не презирают даже и одной души, и не привергают даже и одного твоего тела. А ты, насколько это от тебя зависело, предал целый город, имеющий столь тысяч жителей. Они, даже найдя виновника, приключившихся с ними бедствий, не спешают произносить осуждающий приговор. А ты, не имея никакого повода в чем-либо обвинять, не неветян потопил и погубил их. Но большинство людей к своим собственным погрешениям относятся снисходительными, а чужие осуждают. И многие часто говорят, что государственные и общественные дела идут худо, и в качестве причины указывают на неразумие правительства. Я же говорю, что неразумие правящих лиц, а наш грех служит тому причиной. Он именно все расстроил, он довел до всех этих зол. Не из другого чего разлился над нами этот роль бедствий. Поэтому будь начальник хоть Авраамом, хоть Моисеем, хоть Давидом, хоть мудрейшим Соломоном или грешнейшим из всех людей. Но если мы настроены худо, причина к бедствиям не остается безразлична. Получать начальников по сердцу нашему, это значит не что иное, как тот, что мы наперед согрешили и потому нашли такого начальника. Но если начальник будет даже весьма праведен, как так праведен, что достигнет добродетеля Моисея, одна его праведность не в состоянии будет покрыть несметное согрешение подчиненных. Наоборот, если хотите, я покажу вам, как грех даже одного часто пересиливает неповинность добрых граждан, Иисус новин, некогда, приступил к Иерихону. И, производя новую дивную осаду, когда стены готовы были уже пасть, говорит народу, «Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу. Итак, берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмем что-нибудь из заклятого, и потребит нас Бог». Иисус новин, 6 глава. Что же затем? Пали стены, и город оказался в руках осаждавших. И вот, когда весь народ соблюдал это приказание, преступление одного возбудило гнев Божий на весь народ. Говорится, «Сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. И одного, однако, согрешивших был один, именно Ахан. Как же согрешили сыны Израилевы? И гнев, говорится, Господень, возгорелся на сынов Израиля. И Иисус из Иерихона послал людей в Гай. И так, пошли туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайских убили из них до 36 человек. Когда собирались идти на это, они рассчитали заранее, что там люди такие, достаточно трех тысяч, мы больше побеждали. А там, то есть, не столь воистину народ, а мы вон все воины, и нам хватит трех тысяч. Так, раз, но когда пошли, оказалось, нет. Потому что Господь в это время от них отступил. То они всегда с помощью Божьей Господь за них ротоборствовал. А это отступил Господь, потому что нарушили то, что сказал Господь. Взяли из заклятого. Смотри на взыскание за один грех, смотри за неумолимую жизнь, за неумолимую казнь. Один согрешил, а на весь народ напали смерть и бедствие. Что же это, добролюбивый Господи? Ты един праведен, и правы судьбы твои. Ты каждому воздаешь суд сообразно делам его. Ты сказал, человеколюбивый, что каждый умрет в собственном своем грехе, и один не будет подвергаться наказанию за другого. Итак, что же это за праведный твой суд? Да сахвальны все дела твои, Господи. И свыше всякой меры, да сахвальны. И устрояется на пользу нам. Почему же ты за грех одного навел казнь на других? Грех, отвечает он, есть некая зараза. Пусть же через наказание, наложенное на всех, он будет выставлен на позор, чтобы не заразил всех. Видишь, как грех одного принес наказание всему народу. Посмотри затем и на позорную, и несчастную смерть преступника. И пишет, что Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор, и побили его все израильтяне камнями. Аминь.